Итоги недели Министерства внутренних дел В мероприятии приняли участие делегации Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстана, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Узбекистан, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств, участников Содружеств независимых государств. Участниками совещания был рассмотрен опыт использования современных технологий для идентификации разыскиваемых лиц, информационных систем и банков данных, применяемых для распознавания лиц при осуществлении межгосударственного розыска. Состоялся обмен мнениями относительно генетической информации как средство установления личности преступников, без вести пропавших и неопознанных трупов, а также использование криминалистических учетов в межгосударственном розыске. Обсуждался ряд вопросов, связанных с обменом информации в целях обеспечения раскрытия, расследования преступлений, осуществления межгосударственного розыска лиц в современных условиях. Также актуализация положения межгосударственного соглашения в сфере борьбы с преступностью, регулирующие аспекты информационного взаимодействия МВД стран Содружества. МВД Кыргызской Республики подчеркнута целесообразность обобщения опыта, использования современных технологий, генетической информации при установлении личности, без вести пропавших лиц и неопознанных трупов. Также обращено внимание на важность проведения совместных научных исследований в сфере межгосударственного розыска лиц и рабочих встреч представителей подразделений криминального блока как на центральном, так и на региональном уровне при организации совместных оперативных мероприятий по осуществлению межгосударственного розыска. 22 августа в одном из пансионатов Иссыкульской области проходит межгосударственный смотр-конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения. Цель данного мероприятия – укрепление межгосударственных отношений между Крылстаном и стран независимых государств, направленные на профилактику и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, повышение эффективности деятельности юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных учреждениях. В смотр-конкурсе участвовали команды из стран СНГ Республики Беларусь, Казахстан, России, Таджикистан, Узбекистан и Крыгойской Республики. Задействованы шесть команд из 29 школьников, занявшие первые и вторые места в своей республике. Межгосударственный смотр-конкурс проведен по четырем номинациям – строевой смотр, юный регулировщик, будущий водитель, знаток правил дорожного движения. Во время конкурса юные инспектора с большим интересом проявляли активность и показывали лучшие знания о правилах дорожного движения. Демонстрировали строевой шаг, речевки и строевой песни, защищали стинг-газеты и отвечали на вопросы по знаком дорожного движения. Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД установили, что некое лицо в городе Ож занимается сбытом наркотического средства опии. Сбыт осуществляют бесконтактно путем закладки. Возбуждено уголовное дело по статье 282, а именно «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта Уголовного кодекса Кыргызской Республики». 15 августа 2024 года при сбыте 1,5 кг опия задержан житель города Ож, ранее судимый за наркотики, гражданин И.Б. 1985 года рождения, который спрятал опию в городе Ож. А деньги за наркотики в сумме 15 тысяч долларов США получил в Карасуйском районе. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является опием весом 1,5 кг. Задержанный гражданин в одворенный изолятор временного содержания. 19 августа 2024 в милицию поступила информация, что с балкона многоэтажного дома по улице Тенестаново хочет спрыгнуть женщина. На место прибыли сотрудники отдела охраны Октябрьского района. Прапорщик милиции Усманов Мидр Джумабекович, прапорщик милиции Базарбай Улу Нурджигит и прапорщик милиции Эрназаров Тенштых Эрназарович. Они предотвратили попытку суицида. Спасенной женщиной оказалась жительница города Бишкек, 1991 года рождения. Родственники женщины выразили благодарность сотрудникам милиции. 16 августа в социальных сетях и средствах массовой информации появилось видео, на котором группа молодых людей, работающих в Российской Федерации, обращается к иргызским девушкам и женщинам с предупреждением. С целью установления подробностей данного инцидента Министерство внутренних дел поручило своему представительству в Российской Федерации на его основании были установлены личности граждан, сделавших видеообращение. В ходе проверки установлено, что они находились в Москве и были приглашены в здание представительства. Проведена разъяснительная беседа о соблюдении законов страны проживания и предупреждение об ответственности за деструктивные поведения. После разъяснительных мероприятий инициаторы видеообращения заявили, что не будут совершать действия, нарушающие законы. Незнание закона не освобождает от уголовной ответственности. Это были события недели Министерства внутренних дел. С вами была Айдана Коныбекова.